Иван Иванович, сегодня Вы присутствуете на 10-й сессии АКЗС. Какие актуальные вопросы Вы считаете для края, для наших жителей? Ну, во-первых, я хотел отметить, что все вопросы, рассматривая на сессии, всегда актуальны, потому что они касаются жизнедеятельности жителей Алтайского края. Сегодня я бы хотел выделить отдельно или особо два вопроса, два закона, которые были приняты на сессии. Первый – это поддержки медицинских работников. Актуальнейший вопрос, особенно что касается сельских территорий. Алтайский край – аграрный. У нас почти полторы тысячи сельских населенных пунктов, и поэтому проблемы обеспечения или решения вопросов здравоохранения, бывая на округе, наиболее актуальны. Мне очень приятно, что данный законопроект не только несет декларативную часть, а конкретные меры поддержки. Ну, в частности, это обучение за счет бюджета не только тех, кто поступает в высшие учебные заведения, скажем, в наш медицинский университет, но это и касается среднего медперсонала. Это более двухсот. Поэтому полторы тысячи населенных пунктов и двести, вы понимаете, это очень существенно. Кроме того, предполагается конкретная финансовая поддержка начинающим молодым специалистам, что не менее важно. Предполагается и материальное обеспечение в части дополнительного приобретения автомобилей, которые выполняют задачи по обеспечению качественным медицинским обслуживанием, ну и по ряду других направлений. Хотел еще отметить, что здесь также предусматривается финансовая поддержка на повышение квалификации, потому что особенно для тех, кто проживает в удаленных районах, скажем, как Бурлинский район, район Славгородской зоны от 400 до 500 километров, это не маловажный вопрос. Очень бы хотелось, чтобы принятие закона способствовало уже в кратчайшее время снижению напряжения в этой области. Но я еще раз хотел подчеркнуть, это очень важный, необходимый закон, особенно для Алтайского края, которые имеют высокую степень сельского населения.